Нахожусь практически в данный момент все время временно. Сейчас прилетела сюда для решения некоторых юридических вопросов, чтобы вернуться обратно, чтобы можно было дальше заниматься пострадавшими. Расскажите, в каком состоянии они сейчас, сколько их там, где они находятся, как проходит лечение, что говорят врачи? Находятся они сейчас время в больнице, мы пока временно не раскрываем, только с точки зрения того, что пока об этом бросит сторона итальянская. Два человека там осталось, оба в тяжелом состоянии находятся. Одного зовут Дмитрий, другого Владимир. По Дмитрию ситуация со здоровьем такая, что сохранность ноги под вопросом, под большим, и будет оставаться еще в течение трех месяцев. Все время проходит информация, извините, пожалуйста, что она была ампутирована. Нет, она ампутирована не была, она была сохранена на данном этапе, я как бы борется за того, чтобы она прижилась и осталась. А у Владимира повреждения другого характера, но у него тоже очень серьезные повреждения, у него отсутствует часть мышечной массы, которую мы тоже сейчас, когда готовят ко второй операции, будут каким-то образом пересаживать кожу и работают сейчас пластические хирурги. Как долго они еще будут там оставаться? На данный момент разговор идет о том, что Дмитрий там может находиться до полутора месяцев. Но они не могут точно сказать, это в зависимости от того, как будут приживаться искусственные артерии, которые им были имплантированы, и как пойдет работа пластических хирургов по восстановлению мышц. То есть еще ему предстоит около двух-трех операций. На данный момент, да, они лежат там за наш счет. Грубо говоря, пока больницы счета не выставляют, а все, что мы делаем дополнительно, мы делаем за свой счет. А как ты клуб реагирует, помогает? Клуб, вот сегодня как раз мы были на встрече, перед тем, как встречались непосредственно с пострадавшими, Дмитрий сказал, что, конечно, будет помогать и оказывать финансовую поддержку сейчас, на данном этапе, пока мы там занимаемся юридическим вопросом, вопросом их пребывания, лечения. А вот, когда все это произошло? С какими, вы говорите, вы столкнулись с какими-то проблемами там уже? Столкнулись с проблемами не мы, а столкнулись с пострадавшими. Когда все это случилось в 7 часов вечера, полиция не оказала им никакой помощи, она к ним спустилась, обошла всех пострадавших, поднялась наверх и в течение 45 минут к ним никто не допускался. Только через 45 допустили туда пожарных, которые спустились точно так же без насилов, без всего. Потом еще 25 минут ждали скорую, и после того, как их вынесли наверх, то есть их оставили лежать на улице, и еще там в районе 30 минут принималось решение, видимо, куда их везти и в какую больницу. Поэтому на данный момент идет разговор о том, никакие официальные представители от города ни разу их не посетили. Им было сразу сказано, что они привезены для ампутации, то есть они были в шоковом состоянии. И только после уже хирург принял решение о том, что он попытается сохранить. Но в связи, видимо, с тем, что они приняли решение, что это будет ампутация, вот 3 часа прошло до того, как только с момента самого начала, как все это произошло, что никто им не оказывал, грубо говоря, никакой помощи. Они сами друг друга болельщики вынимали, сами там ремнями перетягивали ноги, чтобы не истекать кровью, причем на глазах у пожарной службы и на глазах у скорой помощи, которые, в принципе, сначала только с кем-то по телефону вели какие-то переговоры. А вот сейчас они лежат там, есть там какие-то проблемы? Проблемы у нас, да, есть, но мы, правда, благодарны хирургам, профессорам, которые, как бы, не имеют отношения к этим проблемам, но проблемы отношения, так как они считаются, как бы, болельщиками, и во всем средствам массовой информации прошло, что болельщики, которые были в пьяном виде себя безобразно вели. Так вот, у нас есть тесты, которые брали перед операцией, что у них негативные тесты на алкоголь, они были абсолютно трезвыми, но отношения, как бы, персонала, ну так мягко скажем, отвратительные. То есть им даже обезболивающие, которые должны быть у них в специальных таких капельницах, ну это сильное обезболивающее, то есть сутки оно уже закончилось, и в течение суток мы пытаемся добиться, чтобы им пополнили, то есть они уже лежат им плохо, их начинают тошнить от боли, то есть в течение суток, пока там посольские врачи не приедут, не переговоря с местными врачами, то есть это очень все сложно происходит, очень все сложно. Сейчас сделай под съемку, только без меня. Смотрите, а получается, что, а вот какая-то там история была, что там какие-то там чуть ли не крысы бегают по больнице? Ну, понимаете, больницу мы не выбирали, больница это куда привезли. Да, больница такая, как бы, в плачевном состоянии находится, но так как они попали уже в руки определенных хирургов, мы, как бы, находимся сейчас под их наблюдением. Вот, поэтому, как бы, условия их поменять невозможно в данный момент, потому что, в принципе, они к перевозке сейчас не рекомендуют ни авиатранспортом, ничем, потому что искусственные артерии, если давление будет кровяное изменено при перевозке, как бы, это очень большой риск. А вот все они там вдвоем, а остальные, они сейчас вернулись уже все в Москву, они, ну, будут, может быть, не знаю, какую-то ждут компенсации, какая-то, вот, у них хоть есть дальше? А, ну, про остальных, как бы, я вот прилетела только сегодня ночью, я, как бы, не могу вам ответить, как бы, это они, как бы, занимаются этими вопросами. Те, вот, трое пострадавших, которые, вот, я непосредственно уже, когда прилетела, да, сейчас, как бы, большая проблема в больнице получить документы для страховых компаний, для выплаты, для компенсации. Это очень большая проблема, потому что заведено уже, не заведено дело, расследование назначено по поводу, по чьей вине все это произошло, и на больнице было включено распоряжение о невыдаче таких документов. На данном этапе такая ситуация, вот, которой должен помочь разрешить адвокат, который должен сделать запрос на следующей неделе в прокуратуру, о том, что мы запрашиваем эти документы.